В актовом зале района администрации негромко звучит рояль, заполняя зал мелодии из кинофильма «Москва слезам не верит». А всем семейным парам, кто уже много лет верен любви, сотрудники городской администрации вручают букеты белых ромашек. Этот нежный цветок издавна считается на Руси символом любви. Мы в нашем городском поселении два раза в год чествуем юбиляров семейной жизни, так мы их называем. Это люди, которые прожили в браке 50, 55, 60 и 65 лет. А статистика такова. Вот на сегодня у нас приглашены 72 пары. Но у нас еще будет мероприятие, посвященное также чествованию юбиляров, приуроченное к дню города. Поэтому там мы планируем большее количество людей. У каждой семейной пары своя история любви. Супруги Зорины 60 лет вместе. Говорят, пуд соли съели. Познакомились на заводе, были простыми рабочими. После свадьбы жили в общежитии. С первочка жили, знаете как, восемь матерей-одиночек, а я с ними. Потом дали комнатку на четыре семьи. Потом давили комнатку в восемь метров. Потом три года строил, назывался самстрой. За одну комнатную квартиру. А потом дали двухкомнатную. Трудности укрепляли любовь. Сегодня родители гордятся своими сыновьями. У нас семья, дети, чтобы были всегда вместе. Это самое главное. Чтобы семья сохранилась. Самое главное – жить дружно. Не злоупотреблять спиртными. Самое страшное в настоящее время. Но я, допустим, моя бабушка, детьми доволен. Не пьяница. Работают в электросети уже по 35 лет. В одном месте то же самое. И сейчас и внук там в электросети инженером работает. Все хорошо. 61 год вместе. Галина и Николай жигели. Они познакомились в военном городке Власиха. Это было в 54-м году. Где-то в первое месяце. Первая встреча. А в 55-м году мы вместе уже были. На таких людях, верных семье и гражданскому долгу, утверждает Александр Гусев, и строится город. Вы в свое время отдали все жизни, труд, здоровье свое для того, чтобы город развивался, для того, чтобы он устроился, для того, чтобы сегодня он был таким красивым и ухоженным. С праздником вас! И еще я хочу пожелать вам, вам, вашим семьям, близким людям, кто рядом с вами, кто заботится о вас или о ком заботитесь вы, чтобы всегда у вас был мир и взаимопонимание. Эмоциональные, яркие, веселые номера. Праздничный концерт удался. Руководитель народного ансамбля «Россияночка» Сергей Ижукин приготовил героям дня трогательный сюрприз. Музыкант предложил всем вместе вспомнить песни молодости. Зал его с удовольствием поддержал. Это были самые волнительные минуты праздника. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Северная веселья нет.